здравствуйте мальчики здравствуйте девочки с вами снова я да да вы не ошиблись все тот же не первый но и не последний московский видеоблогер и вы находитесь на канале московский обжора и сегодня уже на улице 30 апреля 2020 год и несмотря ни на что а сегодня в москве выдалась очень хорошая погода сегодня с самого утра светит ясное солнышко на улице очень тепло сухо и такой небольшой ветерок но все равно очень даже душно вот ну а я же ведь оптимист я несмотря ни на что ни на какие невзгоды снова взял себя в руки оделся собрался умылся обулся причесался подпоясался как надо вот и перекрестился нашему господу богу иисусу христу сыну божьему чтобы он меня защитил от всяких болезней и напастей и от всяких вирусов и с божьей помощью не спеша отправился в очередной раз за очередными повседневными покупочками а знаете куда на этот раз сегодня правильно а в универсал пятерочка которая выручает и вот я сейчас мальчики и девочки хочу с вами мои хорошие поделиться своими покупочками которые я там только что в пятерочке купил что же я там сегодня купил ну во первых ребята завтра такой праздник такое событие такое событие завтра ребята уже первое мая это вот праздник весны труда такой праздник такой праздник вот а у нас все карантин да карантин вот самоизоляция но все равно унывать не нужно а что нужно правильно этот праздник отметить и вот я думал чем же мы его будем отмечать чего там много не было и пиво и водка и портфель и вино и когор и вообще все не перечислишь вот но водку я не пью и никогда не пил и даже никогда не пробовал вот я решил взять как всегда по традиции свое любимое недорогое и довольно таки неплохое за свои деньги среднестатистическое красное вино она даже не дешевая такой как вам сказать среднестатистическое дешевая там портфель был дешевый за 80 рублей с копейками ой рублей 80 портфель а у нас сельской местности мальчики девочки вы не померите мальчики девочки в сельской местности портфель бутылка стоила вот в том году осенью 07 125 рублей или 130 а у нас в москве всего лишь 79 что в пятерочке вот есть разница вы говорите но я такие вещи не пью я раз попробовал а потом всю ночь меня рвало блевал голова болела может быть я перепил не знаю портфель я не люблю не нравится я люблю как год вот это я пиво я люблю в меру выпиваю вот но еще что я люблю вот это вот вино она бывает вишневая санвы и сливовая сливает как-то сказать вам на любителя барматуха лучше всего это вот вишневый вот я сегодня купил снова мальчики и девочки та-та-да-да-да-да мальчики та-да-да-да-да мальчики девочки вот и цена за один пакет за такой составляет пятерочки 99 рублей 90 копеечек я сегодня купил таких два пакета вот раз пакет вот второй пакет два пакета так давайте мы мальчики уберем это вино в холодильник вот один на пакет повожу в холодильник а другой пакет повожу в морозилку потому что этот мы сейчас выпьем а тот завтра на 1 мая вот пусть охладиться потому что вино нужно подавать холодном виде так она лучше пьется и вкуснее вот как говорят у нас в русском народе мальчики держите самое ноги в тепле а пиво где холоде вот так же и вино тоже так вот что же я там еще в пятерочке купил сегодня ребята я сегодня купил куриные яйца и я чего меня взбесило то что вот обычно когда берешь сразу большую ячейку в которой 30 яичек ну три десяточка она она всегда должна быть дешевле дешевле но во всяком случае так было ваша не всегда а в пятерочке почему-то разницы либо вообще нет никакой либо даже рублей на 10 дороже почему-то выходит может я ошибся не знаю но вот как то так и вот я взял в качестве в качестве альтернативы я всегда найду из любой ситуации выход правильный выбор сделал в пользу вот таких вот яиц вот в таких вот упаковочках по 10 штук красная цена называется хоть фирмой одна красная цена но производители разные разные птицы фабрики разные мясокомбинаты поэтому иметь это в виду какие то делают производители честно хорошо какие то не очень хорошо поэтому все зависит не от фирмы а от честности того или иного производителя я бы тоже говорю тысячу раз и вот сейчас давайте я покажу какие яички я купил вот мальчики сейчас подождите я вам покажу мои хорошие так вот так называются значит смотрим внимательно красная цена вот дата сортировки девятнадцатая аппетитация апреля вот яйца столовые пищевые курины первой категории вот а вторая категория они такие меленькие от курочек молодочек но эти вот такие хорошие первой категории вот такие вот яички знаете чьи да вот чьи а сейчас скажу изготовитель а оптицы фабрика башкирская россия республика башкортостан уфимский район с авдон село наверное листаница но с написано авдон вот такие вот яйца давайте откроем посмотрим что за я вау а я там одну ячейку открыл в пятерочке гляжу одно яичко битое было вот поэтому всегда яички не стесняйтесь и не ленитесь проверяйте чтобы не было битых вот в моем случае я хорошие выбрал видите какие яички ой какие крупные то вот она вот такие вот яички видите беленькие я люблю беленькие хотя разницы никакой нет это от цвета кур зависит от породы а так яйца они в африке яйца но хотя нет все таки я заметил что белые яйца больше подходят для жарки вот а для жарки да а коричневые яйца именно вот отваливать их вкрутую делать либо я не знаю ну белые они больше для жарки они нежнее а коричневые больше подходит для именно отваливать вот такие яйца короче так вот раз десяток 10 штучек так вот два десятка я взял три десятка сегодня вот 20 штучек уже и вот третья ячейка три десятка 30 штучек хорошие видите какие яйца крупные так завидуйте молча мальчики и девочки видите какие яички вот вот такие вот яички ну все показал я вам яички да давайте мы их уберем чтобы она больше и больше не мешались так куда нам их положить все за все занято всегда всегда все занято место нет места нет ошибочки что за дела что за дела так так Так, значит, вам, наверное, будет интересно, да, сколько же яйца стоят, почем же я их купил в пятерочке. А я вам сейчас скажу, сколько они стоят. Яйца красные, цена первой категории, куриные, столовые. Цена за один десяток составляет пятерочки на сегодняшний день, а именно на 30 апреля 2020 года. Вот, знаете сколько? 55 рублей 99 копеечек. Но, грубо говоря, 56 рублей за один десяток. Вот, 56 рублей. Я купил три десятка, поэтому я эти три десятка умножаю на 55,99 и получаю вот за эти три ячейки, я отдал за 30 штук, 167 рублей 97 копеечек. Ясно, да? Вот, там же в пятерочке, которую выручает, я сегодня купил в очередной раз сыр. Хотел купить этот российский, очень понравился, очень вкусный. Российский, Ижевский, Удмуртия, вот, обалденный. Но сегодня российский сыр был, было очень мало, один кусок или два, но был, блин, хоть и красная цена, но уже не Ижевский, Удмуртия, а этот, татарский. И кусочки не такие вот квадратные, как в прошлый раз я брал, а такие треугольнички. Ну вот я побоялся, не стал брать, потому что не знаю, не было этого, вот, Удмуртия, Ижевский. Вот, но зато я взял голландский. Голландский, хоть и красная цена, но он бывает белорусский производитель, Ижевский, Удмуртия, или татарский, мамадыш. Вот белорусский, хочу сказать, как-то я брал, сейчас не знаю, такой он или нет, как это, как твасмаза, безвкусный такой вообще, не понравилось. Вот, а вот в этот раз я взял не белорусский, голландский сыр, а знаете, чей? Мамадышский завод, Россия, Республика Татарстан, город Мамадыш. Это должен быть нормальный, хороший. Вот, такой вот сыр. А вы говорите, мальчики, что я бедный, вот, видите, какие вещи покупаю? Только вот вчера, позавчера брал, сколько я много сыру, целую гору, да? Ну вот сегодня еще я купил, видите, как я ем много. Все деньги уходят потом, знаете куда, в туалет, вот. Все сбережения, вся зарплата уходит все туда, в какашку. Так, значит, цена за этот сыр, гаванский, в пятерочке красная цена составляет за килограмм, за один, 458 рублей 99 копеечек, но грубо говоря, 459 рублей. У меня в этом кусочке вес, знаете, сколько? 309 граммов. Поэтому я эти 309 граммов умножаю на 458,99 и получаю, вот за этот кусочек я отдал 141 рубль 83 копеечки. И это еще не все, я таки купил, целую два кусочка. А здесь уже вес другой и составляет 327 граммов, побольше, вот. Вот такой сырок, короче, видите, какой красивый. Свежий, видите, какой свежий. Так, а здесь вес уже 327 граммов, поэтому я эти 327 граммов умножаю на 458,99 и получаю, вот за этот второй кусок я отдал 150 рублей 9 копеечек. Итого в общей сложности я сегодня таких купил два куска. Давайте мы сделаем мотор. Вот, два куска купила. Там же в пятерочке, которую выручает, я сегодня купил доширак в очередной раз. Называется вапша доширак квистин. Он был там у них только с говядиной, с курицей. Ведь у них еще бывают, да, эти морепродукты с креветками, с грибами, еще какую-то я помню. Вот, а что это нифига нет, только вот у них почему-то говядина и курица. Ну, вообще-то, да, эти самые лучшие. Самое-самое хорошее доширак квистин это вот куриный. Он такой классический вкус, самый нежный. А с говядиной все-таки ее вредно каждый раз есть. Очень острые, ядовитые. Хотя можно не каждый туда, не целый пакет добавлять каждый раз этой приправы острые. Ну, я всегда все высыпаю, я люблю острые. Ну, вот, в принципе, вот такой доширак я сегодня купил в очередной раз. Подорожал доширак. Помню, по 12 с чем-то был. Но это давно было и очень давно, и только один раз. Потом что-то он по 14, был по 15, а сейчас дорого, по 18 рублей там. Сейчас скажу, сколько точно. Здесь еще акция проходит в дошираке, можно вот выиграть. Видите, что можно выиграть? Но я в акции в эти не играю. Хотя там эти секретные промокоды в этой упаковке внутри, я их выбрасываю в мусорное ведро на помойку. Я не играю, не знаю. Может быть, даже и зря надо играть. Но я не люблю там ждать, где-то регистрироваться. Это для меня все очень волнительно, я не люблю играть. И цена за доширак, за одну пачку, естественно, 18 рублей 19 копеечек. Видите, как дорого. И я сегодня купил 6 штук. И в тот раз очень много, у меня уже полный шкаф. Вот, 6 штук купил, поэтому я эти 6 штук умножаю на 18, 19 и получаю. Вот за эти 6 штук я отдал 109 рублей 14 копеечек. Вот, смотрите. Раз штука. Так вот, вторая штука. Так вот, третья, третья. Так вот, 4, 4. И вот, 6 штучек я сегодня опять купил. Да, ширак, квистик. Вот. Там же в пятерочке, которая выручает, куда без хлеба. Ведь, как известно, хлеб наше богатство. Хлеб всему голова. И вот я сегодня купил снова белый хлеб. Вот такой вот. От красной цены сегодня сделали. Вот, посмотрите. А то скажете, что я вас обманываю. Вот, видите, да? Сегодняшний хлебушек. И цена за этот хлеб составляет красная, цена белый. За батон, естественно, 13 рублей 49 копеечек. Я купил 3 батона. Поэтому я эти 3 батона умножаю на 13, 49 и получаю. Вот за эти 3 штуки я отдал. 40 рублей 47 копеечек. Вот раз штука. Так вот, вторая штука. И вот, короче, 3 штуки. Так. И так как у меня сумма сегодня к оплате превысила 555 рублей, и мне что полагается за это правильно тролли на гастроли. А она мне не дает. А я в этот раз не постеснялся, сказал, я говорю, уважаемый кассир, а мне положено тролли на гастроли. Дайте, пожалуйста. Она сказала, нету. Я говорю, что нету, кончились? Она сказала, да. Хотя вот, я не знаю, правда, неправда. Ну, что я буду с ней там, ругаться, что ли? Хотя, может быть, на другой кассе. Ну, нет, значит, нет. На нет и сюда нет. Я сказал, ладно, нет, значит, нет. Поэтому мне не дали тролли на гастроли. Вот. Так, все, вино показал, яйца куриные, сыр, лапшу и хлеб. Ну, а на этом все. Давайте теперь подводить конечные итоги. Итого я сегодня в магазине пятерочка, который выручает 30 апреля 2020 года, потратил итоговую сумму моих покупок, которая составила к оплате, обалдеть, 809 рублей 30 копеечек. Видите, как много? 809 рублей 30 копеечек. Вот. И помимо всего этого, мне сегодня пятерочка. А именно, на мою карту, которая помогает покупать и экономить покупателю выгодно, называется Вручайка, карта лояльности. Мне начислила пятерочка одну наклеечку, правда, я их не собираю. Вот. А на текущий баланс у меня наклеек уже 14 наклеек. Вот. И помимо всего-то, у меня пятерочка начислила баллов. 78 баллов. В том числе по акциям 0 баллов. А общий баланс баллов у меня уже 308 баллов. Это уже почти 31 рубль. Поди плохо. Вот. И я, собственно говоря, вы скажете, а зачем я сегодня в пятерочку поехал? Для того, чтобы побольше подобрать куриных бедер от Петеринки. Вчера была акция, и вот я взял две пачки, еле успел. Сегодня поехал, а там нема, нет. Все разобрали, нету и нет. Были только голень, там крылья, всякая лабуда всякая была. Вот. А я люблю именно бедра куриные. Даже окорочка мы не берем, редко берем, в основном бедра только. Потому что бедра, они самые полезные, самые мясистые, вкусные, хорошие. Вот. Ну, а на этом все. Спасибо, что посмотрели мое видео. Вот. До свидания.